Одну из старейших библиотек Академгородка снова открыли для читателей. Основанная еще профсоюзным комитетом работников Сибирского отделения Академии наук, она находилась под угрозой закрытия. Библиотеку передали городу в собственность, и теперь она носит имя академика Михаила Лаврентьева. Располагается там же, где и была по адресу Золотодолинская, 25. О планах и перспективах библиотеки ее сотрудники рассказали Станиславу Якушевичу. Имя Михаила Лаврентьева присвоено библиотеке не случайно. Прославленный ученый, вспоминают старожилы, стоял у истоков этого книжного собрания. Но сегодня здесь новые сотрудники. Первое, за что они взялись – составление электронного каталога. Пока книги тут выдают по старинке. Затем мы будем готовить электронную базу данных читателей в библиотеке. Она уже готовится. Планов много. И если о новых интерьерах библиотекарей говорят осторожно, то об увеличении книжного фонда уверенно. А главное – закончился период неопределенности. Библиотека передана городу. Это сразу почувствовали читатели. Тут снова проходят выставки и тематические вечера. Приходят и просто люди, потому что мы вывешиваем афиши, объявления о том, что будет проходить такая-то встреча, там, 10-го, 17-го числа. Все желающие приходят, потому что это выходной день, всем удобно. Возвращаются в библиотеку и клубы по интересам. Литературное объединение «Золотая долина» собирается тут уже 17 лет. На каждую тему нашей встречи библиотека готовит выставку. Если, например, у нас лауреат Нобелевской премии, Боб Дилан, например, то будет выставка по его творчеству. Штатное расписание утверждено, инвентаризация проведена, все документы подписаны. Свои обязательства мэрия выполнила. А главное, 45 тысяч книг теперь не будут выброшены на улицу. Это подразделение муниципалитета. То есть юридическую часть мы пережили, слава богу. Библиотека не закрылась. Она работает действительно как филиал теперь, как бы, центра библиотечного. И сейчас мы уже будем работать, называется, дальше над внутренним наполнением. Здесь будет новый информационный и библиографический центр, оснащенный компьютерами, пополненный книжными новинками. И тогда библиотека имени Академика Лаврентьева станет важной частью библиотечной системы города. Станислав Якушевич, Олег Королевец, Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра. Продолжение следует...